Ортопед, хирург, уролог, окулист, лор, невролог, стоматолог и педиатр. Всех этих специалистов воспитанники детского сада номер 42 «Родничок» прошли в ходе большого профосмотра в стенах самого образовательного учреждения. В связи с сложившейся ситуацией по ковиду в нашей стране, профосмотр проходит каждая группа отдельно. То есть это в соответствии с приказом Минздрава номер 514. Потоки детей у нас не пересекаются, каждая группа осматривается отдельно. В этот день профосмотр проходили ребята 2015 года рождения с четырех групп. Через год им всем предстоит впервые переступить порог школы, поэтому здоровью следует уделить самое пристальное внимание уже сейчас. Сколько лет тебе, Максим? Пять. Ничего не болит, Максим? Особое внимание уделялось проверке остроты зрения и осанки, ведь в школе нагрузка на зрение и позвоночник увеличится в разы. Это что? Куриба. Молодец? Гелева. После прохождения всех узких специалистов, каждого ребенка осмотрел педиатр. Очень мало полностью здорового, к сожалению, детей. В основном довольно часто встречается патология на опорно-двигательной системе и снижение зрения. Медики утверждают, всему виной малоподвижный образ жизни и чрезмерное увлечение гаджетами. Поэтому регулярная диагностика просто необходима. Такие профилактические осмотры в детских садах для каждой группы проводятся раз в год, причем в каждом возрасте ребят осматривают разные специалисты. Будут проходить УЗИ, ЭКГ, ЭХКГ. Это тоже самое. Приезжают сюда специалисты. Да, они переносные, стационарные аппараты. И здесь также обследуют. На базе детских садов проходит обследование. Эти исследования все ребята пройдут уже в течение марта этого года. Всего же в этот день специалисты осмотрели 58 дошкалят. Нескольким малышам были назначены УЗИ и рентген, а также консультации у профильных специалистов. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok